Привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодня у нас видеоролик посвящен новому замечательному, интереснейшему корпусу, кто не знает, то сегодня, 2 октября, уже вышел в продажу хоппер в гараж за кристаллы, поэтому сегодня мы его купим, по максимуму прокачаем, сыграем каточку, расскажу все, что я думаю по этому поводу, расскажу о том, что у нас с сегодняшнего дня по субботу, то есть воскресенье, по выходные дни будет в игре у нас, соответственно к тому, что как бы вышел хоппер в продажу за кристаллы, сделали особые миссии, сделали дополнительно повышенные фонды, да, скидок никаких нету, но там спецпаки всякие, но об этом как бы говорить я не буду. В общем и целом есть неплохие миссии, которые я думаю, что за эти дни мы пройдем, в дальнейшем откроем ультраканты, там в сумме можно будет получить около десятки, там плюс у нас на выходных еще будет голдовый ивент, возможно тоже половим голды, может даже какую-то за лпшку запишу, если захотите, то напишите по этому поводу в комментариях, то я смогу все-таки ее, наверное, даже полноценно сделать и выложить с утреца в субботочку. Ну а сегодня прокачаем, не знаю насколько мне хватит, я сегодня уже там и с HTML забрал все свои награды, все свои призы, плюс ко всему этому я сегодня поставил дроны на прокачку, поэтому пришлось потратить порядка 300 тысяч кристаллов, потому что уже дроны прокачиваются на такие шажки более серьезные, где кристаллов довольно много на них уходит, кто не знает, то я сейчас прокачиваю все дроны, которые у меня остались не качаны и хочу докачать их все, чтобы у меня были они все фуловые, поэтому кристаллы на них тоже уходят, кристаллов поэтому такого большого количества у меня в гараже сейчас не имеется. Но есть еще как минимум недельные контейнеры, из которых я получу где-то порядка 180 тысяч кристаллов, то есть в сумме у меня будет где-то около 900к, поэтому вложимся сейчас в хоппер и попытаемся выкачать на максимум, посмотрим насколько мне хватит кристаллов, если что в дальнейшем, я думаю, что в ближайшее время, тогда уже если мне не хватит кристаллов на максимальную прокачку, докачаю и вложусь. Ну и полноценно сегодня еще в этом видеоролике, я думаю, что на хоппере сыграем одну каточку в захвате флага на защитничке и посмотрим, что он вообще будет из себя представлять, потому что на тестовом аккаунте я играл только на кризисе, поэтому будет интересно посмотреть, что покажет себя хоппер с защитником. Мне кажется, что возможно, может быть более-менее комфортно будет на нем играть, но все-таки понятное дело, что на кризисе будет более удобно, но кризиса у меня на основном аккаунте нету, поэтому я себя таким счастьем не смогу воспользоваться, поиграть на кризисе. Поэтому как-то так. Ладно, все, начинаем прокачку, быстренько тратим кристаллов и я не знаю, сколько тут в сумме получается на него, где-то около 300к, наверное. Стоит прокачка хоппера до М3, посмотрим, сколько шажков в итоге я смогу еще вкачать. Сейчас еще недельные конты, я думаю, откроем после того, как кристаллы мои закончатся. Так, МК7 хоппер есть, ну и вкладываем сразу вам пока. Не знаю, сколько тут мне надо кризисов. Ну, хотя бы до какого-нибудь 15-го шага, если бы я прокачал, было бы, наверное, неплохо. То есть, как бы самые главные шажки будут уже выкачаны и то, что там у меня будет не так много, не так сильно, вернее, будет не докачан, я думаю, что это не так уж серьезно будет ощущаться. Так, десятый шаг у меня будет. Ну и давайте сразу недельные конты, которые я скопил, откроем, получим еще полноценно дополнительное, если я не ошибаюсь, 150 где-то там коинов будет. Давно я не открывал недельные конты, по 3,5 тысячи расходки. Каждый дропнет, я еще недавно тоже расходочку покупал. Ну, в принципе, довольно неплохое количество пойдет. 200к крисов у меня еще дополнительно имеется. Это свидетельствует о том, что я смогу прокачать еще 2, 3 и вот это последнее, да. 13 шагов, грубо говоря. Ну, 12-13 и качается. Хопера полноценно 2000 хп у него может быть. Ну, я думаю, что это такая лоу-скильная, наверное, прокачка в связи с тем, что у меня не имелось большого количества кристаллов. Но я думаю, что в ближайшее время все-таки мы его сможем уже докачать. Ну и пойдемте, давайте скатаем. Защитник у меня одет. Посмотрим, на что способен даже в такой прокачке хопер. А, я захват флага пикнуть не могу. Ну ладно, давайте пикнем быстрый бой. Если что, может даже там перепикнем, если какой-нибудь будет режим, на котором хопер будет неактуален. Все-таки использование его овердрайва полезно может быть только, наверное, в двух режимах. Это захват флага и регби. С первого раза нам падает сразу захват флага. Ну и понятное дело, что его скорость будет сильно отличаться от той скорости, которая на кризисе, когда там хопер просто улетает как бешеный. Ну, я думаю, что даже с такой прокачкой можно будет полноценно здесь поводить флажки. Здесь уже первый ВОЗ у меня осуществляется. При том, что это очень легенький ВОЗ. Я не знаю, зачем меня блокировать. Я хотел просто уехать мимо. Пишут, что сори. Ну ладно, здесь уж сори пишут. Окей. Так, там я понял. Там гаусс с отключением. Еще и полноценно, друзья, было бы неплохо, если бы у меня были бы какие-нибудь устройства. Что-либо они бы дропнули из ближайших контейнеров. Например, вот я буду открывать ультраконты, если у меня с ультраконтов, например, дропнет какой-нибудь интересненький. Какое, вернее, не интересненькое, а интересненькое какое-нибудь устройство. То будет вообще просто бомбически замечательно. Но пока у меня такого ничего нет. Мне надо, конечно, больше в атаку, наверное, ехать, не дефить флаг здесь на хопере. Я не знаю, что там. А, там противник уже ставят. У нас еще и не так уж сильно свезло, я так понял, с командой. Здесь уже как летающий корпус против любого танка у тебя нет никакого преимущества. Тебя очень легко сбивают. Но за счет того, что ты вот так вот плывешь, здесь хотя бы можно хоть как-то иногда уехать от противника. Хотя не сказать, что это всегда эффективно работает. Так, есть у меня овер, но... Так, аптечка тут осталась. Нет, аптечки нету, к сожалению. Так, мне надо... А, вот падает аптека. Успею я для нее. Успею, не успею. Успеваю, отлично. Так, и метрушки у меня нет. А, ясно. Пролетает рельса с... Я так понял, с бустера, да? 0.2. Ну, такая катка, конечно. Не очень, если честно. Замечательная у меня получается. Пока что 0.2 летим. Не сказать, что здесь что-то от меня сильно зависит. И что-то я могу сам в соло решить в свою пользу. Ну, ладно, давайте прожмем, хотя бы улетим. Улетим. Конечно, без кризиса. Ну, чувствуется, что совсем не такой уж корпус. Не такой уж корпус имбовый. То есть, за счет того, что у тебя на кризисе есть такая большая скорость. Ты моментами можешь очень быстро улететь. И тогда, когда ты, например, поджимаешь овердрайв и там в воздухе на нитре улетаешь. Это очень сильно чувствуется. А здесь у меня такой возможности нету. И, соответственно, не все так складывается максимально гладко. Но даже к тому, что мне нужно выполнить, например, особые задания, чтобы получить ультра-конты на этом корпусе. Поэтому я как бы не буду особо там расстраиваться и говорить о том, что там... Ну, понятное дело, что этот корпус не имба. То есть, я изначально говорил, что этот корпус будет имбовать на кризисе. Но он никак не будет имбовать тебе жестко прям, да? Без данного могучего дрона. Не знаю, что там противник не ставит. Или он там в минусе лежит. А, да, в минусе, походу, находится. Ну, все-таки все равно попытаемся здесь хотя бы поставить. Я думаю, что в пол прокачки, конечно, чувствовалось бы немножко получше. Ну, ладно, имеем то, что имеем. Пытаемся уплыть. Пытаемся уплыть. Давно у меня, конечно, не было такого, чтобы мне не хватало кристалла. Например, на какие-то такие прокачки. Но, видите, такое время настало. Все-таки я занялся прокачкой дронов. И поэтому... Ой, я успел овер прожать. Нормально. Застопил чела, а овер остался полноценно. Блин, тоже неплохой тайминг. Поймал. В этом плане. Нормально, пока стался. Давно у меня не было такого, чтобы... У меня не было кристаллов на Айке. Но такое происходит в связи с тем, что я сейчас занялся прокачкой всех дронов. Возможно, я бы мог сделать это все проще, если бы я накидывал себе кристаллы с выигранных турниров. Но так как я их не кидаю и коплю только чисто с челленджей, там, с контейнеров, еще с чего-то. То у меня кристаллы довольно быстро сейчас уходят. Поэтому не знаю, что будет в ближайшее время с моими кристуликами. Так. Быстренько пытаемся слить сразу типа, которого застопили. Ну и нормально, в принципе. Вот для таких моментов овердрайв можно использовать. Довольно выгодно. Ну, если, конечно, так вот не попадать под какие-то викорики, которые тебя просто фокусят и уничтожают. Это, конечно, немножко печально. Ну и понятное дело, что если у вас прям люто лоу-скильная команда, то на хоппере выиграть будет очень сложно. То есть, если бы я, например, сейчас выиграл бы на харьке каком-нибудь, я бы, если бы даже и не увозил бы флаги, то я мог бы хоть полноценно как-то опыт набивать, да, за счет того, чтобы уничтожал противника. А здесь ты играешь на хоппере, на котором реально надо ставить флажки, чтобы набивать нормально кристаллы. Потому что моментами ты не можешь там дать большое количество киллов. Соответственно, ты много респишься. Опыта у тебя не прибавляется, потому что ты не ставишь флаги. И, соответственно, ты не можешь занять там первое место и формануть хотя бы кристаллы с этого. Ну, а тут вообще какая-то турбо-сливная катка 4-0 уже улетаем. И ничего, конечно, такого сверхпозитивного у меня в этом плане нет. Ну и, как я уже сказал, хоппер без кризиса это совсем другая темочка, которая не является столь имбовой и столь нагибаторской, какой вы видели, когда я играл на своем тестовом маке. Ну и, похоже, эта катка подходит уже к своему логическому завершению. Там противник ставят, да. Но все равно, как бы, свои 6 звезд и я. Полноценно заработал. У меня уже, к слову, 700 новых звезд. 3000 до 3000 еще, конечно, плыть и плыть, но за 2 дня 700. То есть, это, по сути, если разделить на 3, то у меня уже, как по-прежнему, о, не по-прежнему, а как было у нас раньше, то это уже у меня набито порядка где-то 233 звезд. И это, в принципе, тоже довольно-таки неплохое количество, при том, в раскладе то, что я особо много не катал. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Если вам понравился, если вы хотите больше видосов по хоперу, возможно, какие-нибудь определенные тесты, если ждете завтрашнюю нагибаторскую, за ЛП-шку, то обязательно поддержите данный видеоролик лайком. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, ну и пишите в комментариях, что вы вообще сами думаете по хоперу. Я думаю, что многие уже его приобрели. Нравится вам корпус, не нравится? Расскажите, что вы думаете вообще по этому поводу. Имба корпус, не имба. Согласны ли вы с моей точки зрения, то, что корпус без кризиса смотрится намного хуже. Я думаю, что есть ребята, которые уже его прокачали, выкачали, катают на нем, поэтому жду ваших, мнений, комментариев. Но у меня на этом сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.